Друзья, приветствуем вас в нашем новом проекте. Я Виктория Никитинашин. Я Юлия Белоусова. Хотим ответить на те вопросы, которые касаются взаимоотношений. Они приходят к нам на телеканал. И я как пастор уже больше 20 лет часто встречаюсь с теми сложными вопросами, которые имеют особенно женщины. Поэтому мы сегодня все вместе попытаемся ответить на эти вопросы. Очень интересный вопрос. Очень жизненный. Как избавиться от позиции жертвы в семье? Значит, и девушка рассказывает дальше. Мне очень тяжело. Я постоянно ощущаю себя виноватой в любой ситуации. Стараюсь всем угодить. А когда не получается, сильно переживаю. Это очень мне мешает. Я ничего не могу с собой поделать. Дайте, пожалуйста, совет, как быть. Президентация очень простая. Это раны детства в этой девушке начинают давать эти проекции во взрослом возрасте. Вам нужно обязательно здоровое, качественное душепопечение. Советую вам даже СОЗО. Потому что вот те раны, которые получены вами в детстве, почему вы сегодня себя так ведете? Потому что вы неправильно себе ответили на главные вопросы жизни. Ответ на первый вопрос главный, который должен ответить правильный человек, это кто я? И вот это понятие собственного достоинства, тождественности с Богом, границ своей, границ личности, понимание, что я, в общем, ну как сказать, я, конечно, должен людям давать любовь, но у меня есть вещи, которые спрятаны в моих границах. Если есть там в глубине такая вот сфера, где только я и Бог, и больше там никого не может быть, никто не имеет права топтать мою жизнь или двигать мои границы, когда им хочется. Это все вопросы такого самосознания, ну, мы всегда выходим в этой теме на зрелость личности. Понимаете, вы хотите замуж или жениться, надо зрелым людям, а не людям, которые хотели бы там вот, чтобы их любили, чтобы меня понимали там, чтобы меня жалели. Это вообще не повод к браку. И, конечно, вам сегодня тяжело, потому что в семье, семья это такой вызов жизненный, я бы сказала. Это куча всяких взаимоотношений с мужем, с детьми, с его родителями, со своими родителями. Понимаете, это уже небольшое государство, которым надо управлять, а вы с позиции жертвы. Вы всем должны, вы себя отдаете, у вас эмоциональное выгорание. Естественно, вам никто в ответ ничего не делает. Так всегда происходит. Недостаточные ответы. Недостаточно, да. И, естественно, вы начинаете вот просто сжигать свою жизнь, класть ее на алтарь, а потом видите, что оказывается бессмысленно. И вот оно глубокое разочарование, депрессия. Вот, кстати, у алкоголиков такой менталитет, менталитет жертвы. Многие говорят, что я запил, потому что я делал-делал, а мне там ничего. И жалеют себя постоянно. Поэтому это вопросы душепопечительства, это простые вопросы. Достаточно, может быть, будет даже одной сессии, чтобы вам задали вопрос, в какую ложь вы поверили вот тогда в детстве, когда были грубые отношения родителей, когда безразличие было, когда, скорее всего, слова какие-то говорили в вашу жизнь, типа у тебя ничего не получится, или там ты всегда будешь несчастной, или, может быть, на вас вешали ту ответственность, как было принято в советских семьях, которую ребенок нести не должен, понимаете? Ребенок не должен воспитывать младших в семье, а мама работает. Ребенок не должен там мыть всю посуду и все убирать и делать это как взрослый. Ребенок должен правильно проходить свои возрастные этапы. И когда нас требуют больше, скажем, мне 12 лет, а с меня требуют как будто мне 18, у меня, конечно, формируется осознание, что я держу весь мир, если не я, то кто же. И меня все ругают, что я делаю это не очень хорошо. Я становлюсь жертвой и в результате я всех контролирую, потому что у жертв еще есть такая особенность, такая поворотная сторона жертвы, она начинает всех контролировать и манипулировать. И, конечно, она заложена, уже несчастная жизнь, поэтому консультирование. И вот как важнейшая часть этого консультирования здесь, она вообще, этот путь, честно говоря, мне он не представляется таким простым именно в этом случае, потому что девушка, говорит, она в любой, вообще в каждой ситуации чувствует себя виноватой. И вокруг нее сформировалось уже, если она замужем, например, а не просто с родителями живет, там, с братьями и сестрами, то просто сформирована уже конкретная среда, заточенная поддерживать вот это ее постоянное обвинение, постоянное ее чувство вины. И это двусоставная, скажем, задача, самое-самое главное, чтобы вы в этих сеансах, встречах, душепопечения, не только делились как бы тем корнем, да, вот как происходит вот это обвинение постоянно, постоянный как бы недостаток, но чтобы вы выучивали разные реакции, как можно поступить по-другому, как можно сказать нет в той или иной ситуации, с любовью, спокойно сказать нет, я не могу это сделать, у меня нет сейчас сил, у меня сейчас нет времени. Мы можем либо это вообще не делать, либо сделать это в другой раз, это можешь сделать ты, или специально найденный человек, например, то есть учиться выстраивать эти границы и учиться другим реакциям на текущие бытовые жизненные вызовы, когда вас просят задержаться в церкви, вас просят задержаться там, может быть, на работе, вас просят задержаться там и сделать что-то за близких, родных, друзей и так далее. Вам нужно переформатировать ваши реакции на вот все эти вызовы. И таким образом решается вторая задача. Будет постепенно меняться ваше окружение. Люди уже не смогут, получив один, два, три отказа, когда они просто бесплатно получали вашу помощь, вашу поддержку, ваше внимание, люди уже не будут рассчитывать неблагодарно на ваши усилия. Поэтому ваше окружение тоже начнет меняться. И я верю, что ваш мир в сердце, он будет возрастать и будет сопровождаться радостью от маленьких побед, от того, что у вас высвобождаются эмоциональные силы, временные силы, для того, чтобы дарить радость своим родным. Не из чувства вины, а из чувства свободы. Потому что вы свободно приняли решение помогать им, благословлять, обнимать, радовать чем-то. И есть во многих языках мудрость, там, happy wife, happy life, там, счастливая жена, счастливая жизнь. Женщина способна наполнить своей радостью, своим сердцем весь дом. Поэтому будьте радостны, научитесь, как это сохранить. Субтитры создавал DimaTorzok